Здравствуйте! Вас приветствует канал Идеальный Мир и сегодня я хочу сделать такой небольшой обзор эустомы, которую я размножила, укоренив черенок. Взяв верхушечные промежуточные черенки у эустомки, вот это например, то что мы видим, это верхушечный черенок, растенец из верхушечного черенка. Как оно себя чувствует 14 января? Могу сказать вам с уверенностью, что эустома переживет зиму до весны, то есть можно ее сохранить укорененную летом, выращенную из черенка. Вот так себя чувствует эустома, несмотря на жаркие, горячие батареи, сухой воздух и нехватку света, нехватку освещения. Чувствует себя нормально, то есть эустома, как многие считают ее неженкой, далеко не неженка. Эустому можно сохранить выращенную из черенка. Укореняем летом, конечно же, если я для себя сделала вывод, что эустома укореняется, я обязательно буду и в этом сезоне укоренять эустому. Но уже учитывая, зная все свои ошибки, нюансы, то есть это был первый мой опыт. Все твердят одно и то же, что эустому можно вырастить только из семян. Так вот, нет, эустому можно вырастить и методом укоренения верхушечных, промежуточных, каких вам нравятся черенков. Почему я сохранила только один кустик? Потому что у меня не резиновые подоконники. Это был эксперимент. И для тех, у кого еще остались сомнения, я хочу сегодня попробовать укоренить эустому. Это опять-таки эксперимент 14 января. 14 января я срезаю вот такой череночек от своей эустомы, верхушечный черенок. Удаляю нижние листочки. Вот они, нижние листочки. И поставлю данный черенок в водичку. В предыдущем видео об укоренении эустомы я показывала, что я еще припудривала корневином данный черенок. Ну, сейчас я ничем припудривать не буду. Вот прямо вот так и поставлю в водичку. Лишние листочки я, как вы видите, срезаю, удаляю. Вот они, побеги развиваются новые, молоденькие. Я думаю, еще месяц эта эустомка уже бы зацвела, уже бы начала цвести. Бутонов нет. Напомню вам, что при укоренении эустомы, когда она с бутонами летом, я срезала, конечно же, бутоны, чтобы растение не тратило силы на бутоны. Ну, и, пожалуй, даже срежу еще эти два нижних листочка. Помещаю его в чистую водичку без добавления всеразличных укоренителей. Ставлю свою эустомку здесь на столе и будем наблюдать за развитием событий. То есть могу сказать с уверенностью, что эустому можно сохранить зимой в условиях квартиры даже без дополнительного освещения, выращенную из щеренка. Следующее, что я хочу показать сегодня, это калибрахуа. Потому что с калибрахуа я сегодня попрощаюсь. Калибрахуа, мой калибрахуа, это источник мушек в доме. Я обрабатывала свой калибрахуа перед тем, как занести в дом. Я пробовала укоренить калибрахуа, но у меня не получилось, и я думаю, потому что я делала это слишком поздно. Я делала это уже в начале осени. Мне следовало заняться укоренением примерно с середины июля до середины августа. Но, тем не менее, я занесла калибрахуа в дом. Вот так она себя чувствует. Появляются новые какие-то молоденькие побеги боковые. Затем они то сохнут, то, как вы видите, растут, вытягиваются. Опять-таки, калибрахуа находилась у меня без дополнительного освещения. Находилась на подоконнике, но в прохладном подоконнике. Но света ей было недостаточно. Сейчас же я поставила калибрахуа на стеллаж и столкнулась с новой проблемой мушки. Мушки прямо атакуют дом из-за данного кашпо. Это кашпо находилось, напомню вам, все лето на улице. Перед тем, как занести в дом, я обязательно обработала октарой, проливала почву. Причем проливала почву не один раз. Просыпала грунт с добавлением гром-2. Два есть такой препарат против мушек. Раньше он мне помогал, но вот в этой ситуации именно калибраху он почему-то оказался веселим. Не знаю, какие-то мушки то ли неправильные пошли, то ли на них уже ни гром-2 не действует, ни октара. То есть мушки как были, так они и есть. Я уже и развешивала вот такие вот, вы знаете, от мух в деревне вешают клейкая такая липкая лента. Вот она достается. То есть у меня весь дом вот в таких лентах. И мушки появлялись, появлялись и появлялись. Я опять-таки обрабатывала все растения, проливала с октарой. Опять-таки разбрасывала эти гранулы гром-2. Я уже не говорю о тех народных методах. Это как вот вниз серой мы помещаем спички в кашпо. А источник этих мушек именно вот это кашпо с калибрахуа. Именно вот это кашпо. То есть вот видите, так перезимовало, где-то какие-то сухие листья. Я постоянно эти листья удаляю, обрываю. Потом появляются новые такие побеги, затем они сохнут, затем еще появляются какие-то побеги. Вот видите, какие длиннющие. Я месяц назад примерно тоже отрезала череночек, вот такие черенки начеренковала от калибраху. Но они не укоренились. Они у меня стояли около месяца и затем засохли, щахли и так далее. Самое интересное, что я один день так разозлилась, что вынесла это кашпо на улицу. То есть у меня сутки данное кашпо стояло при температуре у нас сейчас плюс 3, плюс 5. Как вы видите, листья зеленые. Я хотела протравить этих мушек, мне было уже все равно на это кашпо. Думаю, погибнет так погибнет, зато мушек в доме летать не будет. Но, тем не менее, калибраху не погиб, неделю ни одной мушки я не видела. И сейчас они опять начинают летать. То есть вот я вам показываю, как зимует калибраху в доме без дополнительного освещения на подоконнике. Перезимовать оно может. Но лучше всего не заносить вот эти вот кашпо с улицы, потому что, еще раз повторяю, сейчас какие-то мушки неправильные. Если я раньше проливала, обеззараживала грунт, заносила в дом, проливала той же октарой и никаких проблем не было. То сейчас я не знаю, как избавиться от мушек. Чем опасны эти мушки? Они безобидные. Единственное, что, конечно, раздражает, что они летают. Но яйца данных мушек очень-очень опасны. Они грызут, корни подгрызают и там живут своей жизнью в кашпо. Вот такая история поделилась с вами, о наболевшем. Вот такие липучки обязательно клейте в доме, если у вас есть мушки где-то вблизи, около стеллажа, там, где у вас находятся растения. Очень-очень эффективный вариант и дешевый. Надеюсь, что мое видео было для вас полезным. Возможно, кто-то сделал какие-то для себя выводы. Еще раз напоминаю, что мы будем наблюдать с вами за данным черенком, который мы поставили на укоренение. Всем здоровой крепкой рассады, без насекомых, без вредителей и без проблем. Всего доброго!